Итоги работы за минувший год подвели в Брестском областном объединении профсоюзов. Одним из первых на повестке дня рассматривался вопрос об обращениях граждан и оказанием юридической помощи. В 2018 в ходе личных приемов, письменных и устных заявлений рассмотрено порядка 12 тысяч вопросов. Работникам возвращено более 100 тысяч рублей незаконно удержанных или невыплаченных нанимателям. Не менее важным стало обсуждение итогов расширения профсоюзной структуры первичек. В период с 2015 по 2018 года их созданы 333, причем 166 только за прошлый год. Из этих 166 организаций практически 80% созданы в организациях частной формы собственности. То есть мы идем, выполняем как раз задачу, поставленную главой государства. Мы пытаемся таким образом защитить людей, получается, интересы трудящихся в рамках того, что есть трудовой кодекс. Здесь создание профсоюзной организации подразумевает и заключение коллективного договора. А коллективный договор – это дополнительные права у членов профсоюза, у работников, на получение тех или иных льгот, каких-то выплат от нанимателя профсоюзной организации. Приоритетным направлением работы профсоюзов была и остается охрана трудам. В декабре 2018 федерация провела месячник общественного контроля за соблюдением температурного режима на рабочих местах в организациях по всей стране. На Брещене мониторинг провели на 346 предприятиях региона. В проверках были задействованы порядка 16 технических инспекторов, руководители отраслевых комитетов и первичных организаций. И если серьезных нарушений температурного режима не выявлено, то обеспечение рабочих спецодеждой оставляет желать лучшего. Очень много таких было нарушений по не обеспечению спецодеждой, спецобувью, утепленной. Это и строительные объекты страдают у нас в первую очередь там, где трудное финансовое положение. Это строительный трест номер 8 и объекты. Но в то же время строительное управление 158 этого треста, все работники были обеспечены зимней спецодеждой, спецобувью в полном объеме. Но на других строительного управления они показали, что много недостатков. Еще одна важная тема – благотворительный проект «Профсоюзы детям». В течение года за счет отраслевых профсоюзов и объединения было закуплено 11 тысяч билетов на посещение детьми и их родителями различных представлений во Дворце культуры профсоюзов. На новогодней профсоюзной елке побывали порядка 500 мальчиков и девочек, для которых закуплено 750 килограммов сладостей. Практически во всех интернатных учреждениях Брестской области отраслевые профсоюзы, областное объединение оказали материальную помощь более 24 тысяч рублей. Если говорить о многодетных и малообеспеченных семьях, то еще почти 14 тысяч рублей. Общая сумма, в принципе, достаточно значительна, поэтому мы не останавливаемся. Каждый год эта сумма увеличивается, каждый год сумма, наверное, цены растут. Мы будем продолжать дальше, поэтому мы считаем, что ни один ребенок в этих условиях не должен оказаться без нашего внимания. Главной темой 2019 года обозначен отчетно-выборный период. Первыми этот процесс начали в отраслевом профсоюзе работников образования и науки. С 3 января начались отчеты и выборы в первичных организациях. Процесс очень важный, очень важный. Естественно, кто будет избран, кому будет оказано доверие, так и будет развиваться дальше та или иная первичка того или иного отраслевого профсоюза. Фактически до конца года должно быть закончено отчеты и выборы до районных объединений включительно. Это и отраслевые районные комитеты, конференции, и районные городские объединения профсоюзов. А уже январь, февраль, март будут обкомы и наше областное объединение. Ирина Альшова, Павел Малышонок, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.